В течение недели в нашем городе будут проходить волонтерские дни. Их цель – привлечь внимание к добровольческому движению, систематизировать его работу и сделать ее более эффективной. Стартом проекта стала тренд-сессия, на которой собрались представители различных волонтерских организаций. «Русатом» в целом и наш город в частности идет к тому, чтобы создать это волонтерское сообщество, в котором люди не просят ничего взамен, а уже доросли до того состояния души и сознания, что готовы делиться своим чем-то внутренним временем, ресурсами и так далее. На первую встречу пришли добровольцы разного возраста и профессий. Места за столиками заняли школьники, студенты, сотрудники городских предприятий. Одни только недавно вступили в ряды волонтеров, другие на протяжении многих лет оказывают безвосьмизную помощь людям. Молодежная комиссия при правкомерфиатснефа тоже является волонтерской организацией по суде, потому что наши ребята в свободное от работы время проводят большие дела и делают большие мероприятия. Михаил Савин руководит отрядом «Волонтеры Победы» в Саровском политехническом техникуме. По словам педагога, зачастую ребята участвуют в благотворительных акциях и мероприятиях не ради отметки в документах, а по зову сердца. Я так думаю, что процентов 80 нашего и педагогического, и студенческого состава являются волонтерами, поскольку у нас очень широкий волонтерский объект деятельности в данном случае. Мы участвуем в городских мероприятиях, сотрудничаем с Советом ветеранов и делаем выездные мероприятия и благотворительные акции. Михаил считает, что волонтерские дни помогут сыровчанам больше узнать об этом движении, привлечь новых участников и скоординировать работу городских отрядов. Мы будем участвовать в ряде мероприятий, посвященных разной тематике, чтобы все-таки понять о волонтерстве, о проблемах, которые нас окружают, входили в определенную систему, потому что решение всех проблем, которые перед нами ставят, тоже требует определенной системы и определенной концепции. Без этого никак. В течение недели члены добровольческих отрядов приведут тематические игры в школах на тему безопасности жизнедеятельности и охраны труда, а также окажут помощь администрации города.